Я боюсь, что на самом деле проблемы существуют. И вот у нас здесь написано, как создать новых технологических лидеров. Я хотел просто немного сделать акцент на том, что стартап не всегда прирождается в технологического лидера. У нас есть такой стереотип, что стартап и инновация это какой-то синоним, это абсолютный бред. Нет никакого синонима между ними. Что такое технологический лидер? Технологический лидер это тот, кто конкурентоспособен на мировом рынке. Как правило, это какой-то диптек, какие-то серьезные технологии, это какое-то особенное знание, которого нет у других. Мой ответ на вопрос, как создать новых технологических лидеров в России, ответ никак. Вкратце. Я сейчас вам докажу, почему это невозможно. На примере своей компании. Попробую очень коротко это сделать. Такой storytelling. Что делаем мы? Мы диптек, мы делаем новые материалы, новые лазеры, новые оптические системы на базе этих материалов. И сейчас мы поставляем наши технологии в 85% автомобильного рынка. Мы инкорпорированы в Швейцарии, я живу в Цюрихе. Я не живу в России. Я сейчас объясню, почему. История такая. Звонит мне из одного немецкого автоконцерна человек, который занимается закупками. И говорит, что на нашем бланке по работе совместной с ними, POC, Proof of Concept, который мы делали для них, мы использовали бланк не швейцарской компании, где наши квартиры, а российской случайно. Там перепутали бланки. Там было написано Москва, Россия. И значит мне звонит, значит это очень возбужденная женщина, она звонит и кричит мне в трубку, что мы никогда в России не будем покупать технологии. Она у меня прям вот так, очень такая взбудораженная была. Это было в 2017 году. Чтобы делать технологии, нужно, ну нельзя сидеть в абстрактном таком, в абстрактной лаборатории и не взаимодействоваться с внешним миром. Технологии, к сожалению, они очень сильно зависят от, ну как бы, других стран. Нам, например, американцы не продают очень важные компоненты для лазеров. Мы делаем новые лазеры и часть из этих компонентов мы не продают в Россию. Как сделать технологического лидера? Никак. В России невозможно. Есть еще другая интересная проблема, вот про инвестиции. Я считаю, что в технологических лидерах действительно венчурный капитал не умеет инвестировать. То есть у них недостаточно экспертизы. Они, как правило, не идут туда, где нет подтвержденных бизнес-моделей. И вот здесь сидит господин Галицкий, которого я хотел бы поблагодарить за то, что он однажды отговаривал некоторых российских инвесторов инвестировать в ВРА. Сейчас эти инвесторы под санкциями. Поэтому спасибо вам большое. У нас теперь Алибаба, Порше и прочие акционеры от этих людей нет. Вот еще один ответ на вопрос, почему создать новых технологических лидеров нельзя. Можно создать стартапы. Кстати, действительно, очень круто сделано было. Сколково, я действительно согласен с Пекой. Очень помогло развить стартап экосистему в России. И действительно, стартапы делают в России классно. Теперь все понимают, что такое появились институты финансирования. Но технологических лидеров нет. И у меня две новости для вас. Хорошая и плохая. Хорошая в том, что в России могут появляться фаундеры, которые могут создавать технологических лидеров. Это хорошая новость, потому что по модели Стива Джобса, stay hungry, stay foolish, у нас нет проблем ни с hungry, ни с foolish тоже нет в России. Мне кажется, что здесь все для этого возможно. Но плохая новость в том, что больше не осталось ничего, не осталось неправильного образования для того, чтобы это производилось в России. Не осталось никакой предпосылки для того, чтобы оно оставалось здесь. И мне кажется, что все потенциальные технологические лидеры, они уже больше не в России. Спасибо.